Продолжение следует... Смарт-плеер. Добрый день всем. И прежде чем я сейчас начну эту презентацию, я хотел задать такой вопрос. А вот кто из вас до сих пор по старинке ходит, я не знаю, там, за покупками, за одеждой или за продуктами в обычные офлайн-магазины? Отлично. Это был риторический вопрос. А кто из вас обращает внимание на рекламу в офлайне вообще? Ага. Ну вот сейчас на этом моменте мы как раз и перейдем к тому, какую проблему мы решаем. Это проблема эффективности рекламы в офлайне. Почему вообще эти проблемы возникают? Ну в первую очередь она возникает потому, что у такой рекламы, в отличие от онлайна, низкая скорость обновления. Во-вторых, нет эффективных инструментов оценки. Также реклама, которую видят посетители в офлайне, она одинаковая для всех. И еще одна значительная проблема, это то, что у крупных клиентов обычно скапливается вот такое просто зоопарк оборудования. У нас есть один клиент. Вот какие у вас мысли, сколько систем использовал клиент для различных мультимедиа устройств, когда мы к нему пришли? Ну вот какие есть варианты? Вот сколько? Ну вот назовите просто цифры. Ну близко, да. То есть клиент использовал 7 систем. Мы пришли, мы посмотрели на это, ужаснулись и предложили ему заменить все его текущие системы на одну нашу. Какой это бонус? Ну в первую очередь это то, что клиент не платит за 5, 7, 10 систем. Он использует одну. Это, соответственно, сокращение издержек. Ну там вплоть до 5 раз у нас было максимально. И второе, за счет того, что у нас такие технологии современные, как компьютерное зрение, как видеоаналитика, Wi-Fi аналитика, различные интеграции системы с кассами, системы лояльности, это дает за счет таргетирования, за счет актуальной информации, актуальная реклама дает рост выручки вплоть до 30%. Ну вот приведу пример. Допустим, у нас есть экран в торговом центре, есть камера, к экрану подходит мужчина, мы показываем одну рекламу. К экрану подходит женщина, другую рекламу. Как вот ответ на коронавирус, если подходит близко человек, мы можем померить ему температуру и вместо рекламы мы можем дать рекомендацию, обратиться к врачу и проверить симптомы. Говоря про рынка, на котором мы работаем, рынок тут достаточно большой, это более 20 миллиардов долларов, и мы планируем за 5 лет достичь выручки более 50 миллионов долларов в год. Говоря про сегменты клиентов, с кем мы работаем, это не только ритейл, это также рестораны, это госучреждения, это банки, и, соответственно, это аэропорты и вокзалы. Вот некоторые из тех клиентов, с кем мы на текущий момент работаем в России и странах СНГ. Ну, конечно же, как у любой компании, у нас есть конкуренты, но здесь мы выиграем, в первую очередь, это за счет процента поддерживаем оборудование, мы поддерживаем различные системы, ну и, конечно же, как я говорил чуть ранее, у нас достаточно широкий функционал современной технологии. Бизнес-модель мы продаем в основном по подписке, более 70% от продаж у нас это SaaS. У нас опытная команда, все люди, кто работает в продажах, имеют опыт более пяти лет в B2B продажах, более пяти лет в продаже digital signage решений, и, соответственно, мы до сих пор хантим, особенно на международной рынке. Пару слов о тех достижениях, которые мы получили за Go Global, за три месяца в Go Global. Ну, в первую очередь мы сделали первую продажу на рынке Индии, мы заключили там дистрибуторский контракт с одной из компаний, также мы заключили дистрибуторский контракт в Бразилии, и мы стартанули три пилота в Амане, в Азербайджане и в Монголии. Сейчас мы начали в сентябре еще две новые страны, так как поняли, что есть на это ресурсы. Также на стадии подтверждения сейчас находятся на международке контракты на 70 тысяч долларов. На текущий момент мы являемся прибыльной компанией, и в 2020 году мы планируем получить выручку около 750 тысяч долларов за счет масштабирования текущих проектов в России и СНГ, и за счет выхода на международные рынки. Также мы рассматриваем привлечение инвестиций, которые планируем потратить на маркетинг и на развитие международных продаж как раз. В принципе, на этом у меня все. Если вам показалась наша платформа интересной, то я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, но уже не здесь, а отдельно в куларах. Мои контакты здесь. Большое спасибо Free, большое спасибо Mets, большое спасибо нашему ведущему, нашему трекеру, спасибо Алексею Костеру, спасибо Ларисе Горбенко. Вы крутые очень. Спасибо всем. Микрофон, да. Спасибо, Дима.